День добрый, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Горячев, компания FreshForex. Сегодня у нас среда, 4 февраля, и мы начинаем наш вебинар, ежедневный обзор валютного рынка. Начнем с календаря событий. Сегодня у нас очень много интересной статистики. Первый релиз мы получим от Стрелец по Москве из Великобритании. Market Economics опубликует NSPMI для сферы услуг за январь. В час дня по Москве мы получим данные из еврозоны, изменение объема розничной торговли. В 16.15 мы получим данные из штатов, число занятых от ADP за январь. И в 6 вечера, последний релиз на сегодня, данные от ASM для сферы услуг за январь. Перейдем к обзору пары евро-доллар. Накануне мы говорили о том, что наиболее предпочтительны ланги по данной валютной паре. То есть открываем длинные позиции на некотором снижении котировок и фиксируем прибыль на отметке 1.1360. У нас уровень сопротивления был вчера сильный 1.1371. И вот говорили мы о том, что необходимо здесь фиксировать прибыль. Тем не менее, вчера мы сходили вверх гораздо более высокими темпами, чем даже я предполагал. То есть наш сценарий вверх полностью реализовался, даже более чем. И вчерашнее движение позволяет сделать вывод о том, что у нас началась коррекция глобальная по американскому доллару. О чем мы с вами говорили в середине января месяца. О том, что я ожидал коррекции глобальной и по евро, и по фунту, и по нефти в феврале, в марте и даже возможно в апреле. Так у нас сейчас реализуется сценарий этот. Если вы вспомните, я говорил о том, что у нас по паре евро-доллар есть две точки, на которых мы можем развернуться. Это 22 января заседание ЕЦБ и 28 января заседание Федрезерва. Тем не менее, у нас минимум по паре евро-доллар был установлен 26 января, то есть посередине между этими двумя точками. То есть между этими двумя заседаниями пара евро-доллар развернулась. В целом это тоже вписывается в мою концепцию разворота по паре евро-доллар. И я говорил о том, что в конце января можем развернуться, и в феврале, в марте, или даже возможно еще и в апреле будет некоторый рост. У нас следующее заседание ЕЦБ состоится в марте, заседание Федрезерва также в марте, в середине месяца. И в этой связи до этого времени, до заседания монетарных регуляторов, уйдена европейская валюта, открыта дорога наверх. Это связано не с тем, что у нас экономика еврозоны демонстрирует силу, а напротив, допустим, штаты демонстрируют снижение. Это связано именно с закрытием коротких позиций. На рынке очень много шартов, очень сильно пара евро-доллар ушла вниз. И в этой связи можно ожидать развития восходящей тенденции. У нас на сегодня ближайшая поддержка расположена на отметке 1.1459. Вот текущая котировка у нас 1.1468. Мы сейчас в первый час европейской сессии, которая у нас на европейской сессии началась в 10 ровно по Москве. Минимум этого часа был 14.58. Возможно, мы уже отбились от этого уровня. 14.59, возможно, еще туда сходим. Поэтому, чтобы не гадать, можно уже на текущих уровнях покупать и вторую покупку разместить чуть ниже этого уровня поддержки. У нас на сегодня локальный минимум дня 1.1454. То есть можно разместить, допустим, 1.1440. Ну, можно предположить, что поскольку была консолидация в Азию, сейчас мы отбились. Если часовая свечка будет именно такая разворотная, тогда уже, наверное, 14.40 мы не сходим. И где можно фиксировать прибыль. Фиксировать прибыль можно чуть выше первого уровня сопротивления. У нас на сегодня расположены отметки 15.37. То есть где-нибудь посередине между первым и вторым уровнем сопротивления. Где-нибудь 15.70-15.80. В целом, можно ожидать, что мы будем расти и сегодня, и завтра. Возможно, будут некоторые спады, некоторые коррекции. Потому что без остановок расти, безусловно, не будем. Есть очень хорошие шансы, что будем именно корректироваться до заседания монетарных регуляторов. До следующего заседания, которое состоится в середине марта, и ЕЦБ, и Федрезервы. Но, тем не менее, необходимо понимать, что прямо так без остановок мы вверх не пойдем полтора месяца. Безусловно, будут некоторые остановки, некоторые замедления. И на этих остановках, на этих спадах необходимо будет вновь наращивать ланги по данной валютной паре. То есть, на февраль месяц, на ближайшую такую перспективу, уже предпочтительны восходящие тенденции предпочтительны. То есть, предпочтительны бычьи настроения по данной европейской валюте. И в этой связи, если раньше, допустим, мы говорили о том, что используем рост котировок для того, чтобы открывать позицию на продажу, то теперь уже тенденция наоборот, используем снижение котировок для того, чтобы открывать позиции на покупку. Уровни поддержки и сопротивления на сегодня 1.1459, 1.1373. Уровни сопротивления на сегодня 1.1537, 1.1639. Возможно, сегодня мы увидим второй уровень сопротивления. Возможно, не увидим. Возможно, где-нибудь будет остановка на 15.70-16 ровная. То есть, сейчас пока сказать трудно, но тем не менее, тенденция вверх на сегодня и на ближайшую перспективу. То есть, до середины марта есть хороший шанс, чтобы подрасти. И краткосрочные спады используем для того, чтобы открывать покупки. Где лучше поставить 100 по евро? Вы знаете, Александр, вот я вчера также покупал пару евро-доллар. Сначала, как мы уже говорили на нашем вебинаре вчера, то есть, я предлагал вам открывать покупки чуть ниже отметки 1.1320 и фиксировать на 1.1360. То есть, этот сценарий реализовался. У меня покупка тоже отработана была. Потом я увидел сильный рывок в американскую сессию в начале и понял, что коррекция развивается. То есть, это неспроста. Сильное движение было именно против доллара по всем ключевым активам. Когда именно все происходит синхронно, значит, у нас идет определенная тенденция. Тенденция очень сильная. И в первый час Америки это тоже показатель, потому что большое количество ордеров, что на программу, что на покупку, обычно обрабатывается в первые 2 часа. Что европейской сессии, что американской сессии, и затем уже торговая активность значительно снижается. Поэтому, если в первый час Америки было очень много покупок евро, значит, это неспроста. Значит, закрывают ланги по доллару и, соответственно, закрывают шарты по евро. И в этой связи я также вчера покупал стоп на мой... Я вот вчера разместил стоп на отметке 1.1360. Но у меня, правда, покупка была не по 14.59, а у меня покупка была по 14.00. То есть, такой короткий стоп получился. И поставил я закрытие позиции. То есть, двумя часами я буду выходить на 15.70 и на 18.00 ровно. Но 18.00 ровно это уже такая более среднесрочная цель. Пока что вот первая цель 15.70. Если до недойдем будет некоторый спад, там также буду увеличивать ланги. То есть, сейчас всего такое текущее движение наверх можно использовать по максимуму. И на откатах вставать по тенденции наверх и на этом зарабатывать. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Здесь, я вижу, поступили вопросы от Олега. Олег, вы знаете, ваши вопросы относятся не совсем к теме нашего вебинара. Это такой уже больше базовый курс, что у нас там по новостям. Поэтому, сейчас сначала мы поговорим непосредственно о валютных парах, о тенденциях на сегодня. И там уже, если время останется, я отвечу на ваши вопросы. Ваши вопросы, они в целом очень простые. То есть, здесь поисковик вам в помощь. Любой поисковик ответит на любые ваши вопросы. Поэтому, сейчас пока поговорим о тенденциях на день текущий. Если время останется, я на ваши вопросы обязательно отвечу. Коррекция уже назрела, но, может, пятница покажет. Но, вчерашний взлет фунта и евро можно рассматривать в новом ракурсе. Перед выходом важной макростатистики пара идет против тренда, что обусловляется тем, что невыгодно продавать с текущих уровней. Тем более, иена слабо отреагировала и даже вообще не отреагировала на коррекцию доллара. Николай, благодарю за вопрос. Что касается по японской иене, мы поговорим чуть позже, как обычно в обзоре данной валютной пары. Что касается продавать, допустим, наверху, знаете, я здесь бы не совсем согласился, потому что коррекция была именно по всем основным активам, которые очень сильно упали. То есть, это и евро, и фунт, и нефть. То есть, коррекция была синхронная. Вчера также я говорил, что для коррекции мы должны по индексу доллара закрыться ниже, чем уровень поддержки 93.70. Вчерашний день у нас 93.66, то есть, закрылись ниже. Именно день закрыли. Поэтому здесь все факторы указывают на то, что именно коррекция. И что касается статистики, то посмотрите на АСМ, производственного сектора, он слабый. Сегодня сфера услуг здесь тоже лично, вот я не ожидаю сильных данных. Что касается Ромфарм Пэрлсов, то с одной стороны можно ожидать 200 тысяч, но тем не менее вполне возможно, что данные выйдут хуже медианопрогнозов. И это все опять же спишет на то, что вот смотрите, данные вышли хуже медианопрогнозов, поэтому доллар падает. Коррекция, безусловно, назрела. Возможно, я не прав, но в целом пока что вот моя гипотеза о том, что в конце января будет разворот, и на февраль можно ожидать роста, и по евро, и по фунту, и по нефти это в итоге пока что реализуется. Возможно, я не прав, возможно, это такая маленькая коррекция, но пока что видим развитие тенденции наверх, и в этой связи вот лично я, например, я открываю покупки. То есть я вижу, что коррекция будет развиваться, и ближайшая такая ключевая разворотная точка – это заседание следующего монетарного регулятора, где мы получим уже все ключевые ориентиры, что от ЕЦБ, что от Федрезерва. От Федрезерва мы получим экономический обзор, экономический прогноз, поэтому до этого времени дорога, на мой взгляд, на коррекцию открыта, и здесь можно покупать. А там уже будем смотреть. Если, допустим, прогнозы будут негативны от Федрезерва, коррекция может еще продлиться некоторое время. Как я уже говорил, что ожидаю развития коррекции до двух точек. То есть первая точка – середина марта, когда у нас будет здание Федрезерва ЕЦБ, и вторая точка – до мая. Там уже в мае. Май традиционный месяц такой негативный для многих рынков. И что-то мне подсказывает, что в этом году такая тенденция негативная в мае месяце, она опять может продолжиться. Вот интуиция, скажем так, мне это подсказывает. И вот такие две точки на окончании коррекции – середина марта и конец апреля. Вот вчерашняя сильная свеча в 16 ровно по Москве, по паре евро-доллар вверх, не подкреплена новостями, по крайней мере теми, что афишированы. Я так понимаю, подобные движения связаны с инфрациальной информацией, дошедшей до крупных игроков рынка, закрывающим крупные позиции, плюс спекулянты поддержали покупками. Илья, вы знаете, здесь я не вижу никакой инсайдерской информации. Какая может быть инсайдерская информация, от чего и почему, и для чего. Инсайдерская информация, допустим, может поступить накануне каких-то важных новостей. Но вот сегодня у нас никаких важных новостей нет. Важно имеется в виду решение по ставкам, допустим, или прочие решения центральных банков, как, допустим, в конце января, или даже, получается, в середине января, когда у нас центральный банк Швейцария принял решение об отказе от интервенции в паре евро-франк. Вот действительно такая информация является инсайдерской. Допустим, накануне какие-то участники рынка получили такую информацию от Банка Швейцарии. Поэтому сейчас у нас нет таких важных новостей на этой неделе, которые могут кардинально переломить ситуацию на рынке. То есть на этой неделе у нас Федрезерв не заседает, ЕЦБ не заседает, поэтому о каком инсайдерстве может идти речь я лично не понимаю. Просто в первые часы, как я уже говорил, в первые часы сессии европейско-американское обрабатывается большое количество ордеров, и, судя по всему, участники рынка пришли к выводу, что рост нефти необходимо поддержать, и стали закрывать ланги по доллару, и в итоге мы увидели такой рост пары евро-доллар. Это вот лично мое мнение, то есть никакого инсайдерства я не вижу, потому что инсайдерские информации, они появляются до выхода какой-либо важной статистики. У нас ее нет. Важно иметь в виду заседание Центробанков. Именно заседание Центробанков определяет тренды на рынке Форекс. По поводу изменения ставка Банка Англии, Вадим, вы знаете, ставка меняться не будет, и ни в сторону повышения, ни в сторону снижения. Вообще, Банк Англии, если вы посмотрите на переем к обзору пары фунт-доллар, если вы посмотрите на решение Банка Англии в последний, там, может быть, год-два, то никаких изменений не происходит. То есть там все по-прежнему, а не выходит, говоря о том, что ставка на прежнем уровне, полпроцента, объем выкупа активов на прежнем уровне, и все. И больше никаких новостей нет. Достаточно спокойное и тихое заседание. А уже реакция хорошая происходит на протоколы. Протоколы публикуются через две недели, то есть 18-го числа будут протоколы, 18-го февраля, а в среду, и там уже будет определенная реакция, там уже будут сделаны комментарии по инфляции, по ВВП, по безработице. Поэтому на именно заседании, которое будет завтра, в четверг, реакция будет незначительно минимальная, а вот на протоколы реакция будет более сильная. Что касается сегодня пары фунт-доллар, здесь также ожидаю роста котировок, причем по двум факторам. Первый – это коррекция по доллару, и второй фактор – это то, что статистика у нас в целом позитивная выходит. Вчера мы говорили о том, что строительный сектор вполне может продемонстрировать силу, потому что, с одной стороны, у нас увеличилось количество одобренных и потечных кредитов. Это все благоприятно для строительного сектора, и в итоге данные вышли крайне позитивные. Сегодня данные по сфере услуг, здесь можно тоже ожидать хороших данных, потому что у нас сокращается безработица, увеличение среднего заработка на Туманном Альбионе отмечается, и это все позитивно для сферы услуг. И в этой связи позитивные данные в совокупности с коррекцией по доллару, и еще один фактор – это то, что сокращается. То, что доходности облигаций государственных Великобритании и десятилетки, они растут по отношению как к американским бумагам, трежерисам, американские десятилетки, так и по отношению к немецким бандам. То есть доходности Великобритании в последние дни прибавляют гораздо более высокими темпами, чем американские и немецкие, и в этой связи такой позитивный спред. Как по отношению к немецким бандам, так и к американским трежерис, также будет поддерживать спрос на пару фунт-доллар. И в этой связи можно ожидать роста котировок. Здесь также необходимо использовать краткосрочные снижения. У нас ближайший уровень поддержки 5,101, текущая котировка 5,165. Наверное, трудно ожидать, что мы туда сходим, но вполне возможно исходим. Кто знает, все может быть на рынке. Локальный экстремум 5,138. И здесь, на мой взгляд, можно, допустим, входить в рынок на трех точках. Допустим, первая точка – это текущая отметка 5,165. Вторая точка чуть ниже локального экстремума дня. Он у нас 5,138, то есть 5,138. И третья точка – 5,1 ровно, то есть на уровне поддержки. Размещаем три покупки и фиксируем прибыль на отметке 1,5250-5240. То есть у нас на сегодня второй уровень сопротивления 52,71. Возможно, до него дойдем, возможно, немного не дойдем. Поэтому можно округлить этот уровень, допустим, на 52,50. То есть, как вы видите, потенциал очень хороший. И с учетом глобальной коррекции по доллару, можно ожидать, что данный потенциал вполне реализуется сегодня. Индекс PMA, если будет выше прогноза, фунт пойдет вверх. Безусловно, фунт пойдет вверх, причем ускорение будет очень сильное. Если, допустим, данные будут чуть хуже, медиа на прогнозах. Мы уже много раз говорили о том, что индекс PMA крайне тяжело прогнозируется, потому что нет исходных данных, с помощью которых можно их прогнозировать. Индекс PMA – это опрос, то есть организация Market Economics, Центр макроэкономических исследований, обзванивает своих респондентов, это менеджеры по закупкам как в производстве, в сфере услуг, в строительстве, и уже задает им непосредственный вопрос. То есть проводит анкетирование. И уже на основе этого анкетирования получается в итоге этот индекс диффузионный. У нас нету, скажем так, никаких данных, с помощью которых мы можем строить прогноз по данным индексом, потому что мы с вами не знаем, что же там они могут ответить в своих анкетах. У нас даже нету вообще никаких предпосылок, нету, с чего можно ориентироваться. Можно, допустим, проводить анализ по смежным индикаторам. Для строительного сектора это ипотечное кредитование, для производственного сектора это спрос на сырье, а также, допустим, промышленные заказы. Для сферы услуг это рост доходов, сокращение безработицы. Это все смежные индикаторы, они тоже оказывают влияние, но тем не менее, даже эти индикаторы не всегда могут также сигнализировать оба индексах PMI. Поэтому индексы PMI торгуются именно по факту, а вот уже с помощью индексов PMI можно прогнозировать другие показатели. Поэтому мы с вами не знаем, что они там в анкетах ответили, представители сферы услуг Великобритании, поэтому мы лишь только можем догадываться. Но если данные будут очень хорошими, тогда рост ускорится, и тогда 52.71 вполне возможно сегодня увидим. Перейдем к следующей нашей валютной паре. Вот Николай спрашивал, почему же такая слабая реакция была в паре доллар-японская иена на снижение доллара. Реакция достаточно, на мой взгляд, вполне ожидаемая, потому что, не забывайте, у нас пара доллар-иен не только реагирует на статистику, допустим, по Японии, на статистику по Штатам, она также реагирует на фондовые площадки, потому что ультрамягкая монетарная политика Банка Японии привела к тому, что у нас есть прямая, очень сильная корреляция между фондовым рынком и парой доллар-японская иена. Потому что Банк Японии выкупает не только облигации, но в том числе и акции, и эти фонды на токийской бирже. Допустим, если Федрезерв выкупал только облигации, если сейчас ЕСБ с марта будет выкупать только облигации, то, допустим, Банк Японии, он выкупает все подряд, все, что плохо лежит, скажем так, и акции, и ТФ, и, в общем, все, что можно купить, он покупает, и в этой связи спрос хороший на токийской бирже, потому что большие покупки, большой игрок покупает, здесь все логично. И плюс еще также ультрамягкая политика, она негативна для иена, то есть приводит к завалюации иен, и мы получаем такой вот эффект. У нас растет фондовый рынок и растет пара доллар-иена. Вчера у нас фонды вырунки росли, об этом мы также вчера говорили на вебинаре, что ожидаем хорошего роста. Говорили о начале недели, что после обновления низов минувшей недели можно ожидать спроса, причем очень хорошего спроса, и дальше пойдем наверх. И цель по-прежнему 2100 по S&P, ее никто не отменял, или, возможно, даже 2150, посмотрим, как 2100 подойдем. Если подойдем уверенно, бодро, значит 2150 следующая цель. Если подойдем вяло, значит 2100, и там уже будем закругляться на среднесрочную перспективу. Так вот, рост на фондовых рынках, он, с одной стороны, поддерживает спрос на пару доллар-иена, с другой стороны, у нас была коррекция, получается, доллар должен был снижаться. И вот такой вот смешанный фон, одни факторы указывают на рост, другие факторы на снижение, вот что мы и наблюдали. То есть, сначала до американской сессии у нас пара росла, о чем мы вчера и говорили о том, что ожидаем рост котировок. И если вы вспомните, мы говорили о том, что особо сильного пока что роста мы еще не ожидаем, то есть, потому что у нас консолидация, и здесь рост вполне возможно будет ограничен 118 фигурой или уровнем сопротивления 117.94. И вот сегодня в Азию мы дошли до этой отметки 117.99 у нас максимум дня, то есть, говорили мы о том, что рост ожидаем, тем не менее, пока что консолидации, и вот пока что торопиться не будем, то есть, торгуем в рамках этой консолидации. Поэтому вчера можно было также на этом заработать. Потом мы в американскую сессию снижали, сейчас опять в Азию мы подросли, сейчас опять в Европу мы снижаемся. То есть, все логично, и получается опять будем снижаться, и где-то на областях поддержки, допустим, 117.35, 117.05 опять может быть остановка, и опять некоторый отскок, потому что в американскую сессию будет возможен опять продолжение спроса на корпоративные бумаги. Если, допустим, индекс АСМ будет негативный, сначала будет снижение, а затем вновь на низких уровнях быки будут открывать покупки. То есть, даже негативная статистика сейчас не сможет испортить настроение быкам на фондовом рынке, потому что уровни очень привлекательны для среднесрочных позиций, о чем мы вчера и говорили. Поэтому вот на сегодня лично я по паре долларин ожидаю боковика, то есть, 117 фигура внизу может быть поддержка, и 118 фигура, или там чуть выше, 118.10 может быть наверху. То есть, вот такой боковик, подойдем наверх, упадем, подойдем вниз, можем немного подрасти, потому что тренда ярко выраженного нет, здесь у нас противоречивые факторы, одни факторы указывают на рост, это фондовые рынки, глобальная коррекция по доллару указывает вниз. О чем мы, что мы и наблюдаем в паре доллар-японская иена, то есть, мы наблюдаем и вверх, и движение вниз, поэтому боковик по данной валютной паре. Так, я за коррекцию по доллару, но нужно анализировать разные ситуации. Николай, вы, безусловно, правы, анализировать ситуацию необходимо. Я лишь сегодня высказал свое мнение, то есть, точку зрения высказал свое. Возможно, она неверная, то есть, время покажет, поэтому я вот ожидаю коррекции. Что же на самом деле будет, мы увидим, когда в итоге все у нас реализуется. Завтра мы проведем вебинар по нефти тематический. В 5 вечера приглашаю всех желающих принять участие. Поговорим о причинах снижения цен на нефть, поговорим о сланцевой революции, так называемой, и поговорим о тенденциях на год нынешний, 2015-й. Сделаю я прогноз на ближайшую среднесрочную перспективу по нефти. Есть у меня уже прогноз. И также сделаю прогноз на вторую половину года по данному товарному активу. Завтра мы обсудим все эти вопросы в 5 вечера. Ну и также завтра у нас вебинар в четверг в 10.30 по Москве ежедневный обзор валютного рынка. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. У нас еще есть немного времени, но я отвечу на вопросы Олега. В самом начале у нас были вопросы, что такое композитный индекс PMI. Олег, композитный индекс – это индекс производственного сектора и сферы услуг совместный. Есть два индекса, которые публикуются отдельно, а композитный, он, скажем так, среднее значение от производственного сектора и сферы услуг. Канадский PMI от IWAI – это есть, допустим, Market Economics. Он публикует PMI по Еврозоне, по Великобритании. Есть IWAI, он опубликует PMI по Канаде. Это такая организация, которая публикует данный индекс. Композитный индекс ISM и производственной сферы – это сфера услуг. Эдди пишет, что такое – это агентство, частное агентство, которое публикует свой показатель по занятости. Почему так новость важна? Она используется как опережающий индикатор для Non-Farm Paralse, поэтому на нее обращают внимание. Объемы запасов нефти – почему в календаре не сильно важные новости? Олег, этот вопрос уже не ко мне, а к составителям календаря. Я таким вопросом не занимаюсь, календарь составляю не я, поэтому я не знаю, почему они не сильно важные. Публикация объема запасов нефти влияет на котировки нефти. Действительно, влияют вы совершенно правы. Изменение запасов нефти от IWAI – почему более важная новость, чем изменение объема запасов от Министерства энергетики в календаре на вашем сайте. Здесь важна именно новость изменения запасов от Минэнерго США, а не от IWAI, а от IWAI – это институт американский по исследованию рынка нефти, поэтому я не знаю, почему, допустим, календарь она не важная. Как я уже говорил, я календарь не составляю, это уже вопрос к составителям календаря, но новость более важная именно от Минэнерго, они анализируют запасы в терминалах Кушенге. Это новость более важная. Что такое IWAI? Это институт американский по исследованию нефти, почему она круче Министерства энергетики. Вы знаете, она не круче, и как определяется крутость, что крутые парни сидят анализируют что-то. Нет, новость никакая не крутая, и важная новость именно от Минэнерго. Сегодня 18.30, API – это вторичная новость. Что такое 7-дневный долларовый тендер? Новость, в календаре, правда, сильно важная. 7-дневный тендер – это ЕЦБ, представляет ликвидность банкам на период 7 дней, то есть на 1 неделю. Так, вроде бы все вопросы ответил. Так, поступили еще вопросы. Александр, пару слов по золоту. Почему нет роста? Мурат, ну, золото не всегда же может, допустим, расти, то есть не всегда может идти именно по корреляции с долларом, с нефтью и так далее, и тому подобное. Если, допустим, вы вспомните события января месяца, тогда у нас доллар рос, инфляция падала, золото тоже росло, то есть раскроверяция произошла. И то же самое и сейчас. О чем я вчера говорил, что не обязательно, что рост нефти там и коррекция по доллару сможет вызвать сильно рост золота. Вполне возможно, что мы пойдем вниз, и для многих это будет сюрпризом. А сюрпризом, потому что сначала мы, скажем так, нелогично росли в январе, а затем будем нелогично падать в феврале. Поэтому такой сценарий тоже вовсе под силу. И я вчера говорил о том, что как только день закроется ниже 1250, уже сигнал шорт по золоту. Поэтому если день закроется, то сигнал шорт. Если закрываться не будем, тогда возможно боковик, приношу свои извинения, возможно либо боковик, либо умеренный рост. В общем, по золоту два сценария равновероятные. Либо пойдем, допустим, на 1320, либо пойдем на 1170. Здесь и так, и так, 50 на 50. Если закрываем день ниже 1250, идем на 1170. Потому что фундаментально золото является переоцененным активом. Здесь можно как угодно на него смотреть. Из позиции инфляции, из позиции роста доллара. Даже вчерашняя коррекция по доллару все равно указывает на то, что золото на очень высоких уровнях находится. Плюс золото дороже платины на 2%. Это тоже сигнализирует исторический об развороте. То есть все факторы указывают на снижение. Поэтому здесь необходимо дождаться подтверждения. Относительно корреляции. Если корреляция по доллару, значит евро-доллар пойдет вверх, и соответственно иена-доллар вниз. Тут мы ее и подождем для покупки где 117 или ниже. Николай, вы совершенно правы. Если евро-доллар вверх, то доллар-иена вниз. О чем я и говорил, что ожидаю боковика 118-118 фигура. То есть, допустим, снизились либо 118, либо следующий уровень поддержки 116.70. И затем, допустим, мы увидим рост на фондовом рынке. Пара доллара наскочит от этой фигуры 118 и пойдет немного вверх. Допустим, там 118.50 или 118.60. Потом опять будет вниз. То есть пока что получается боковик. Будем снижаться на снижение доллара, и затем на росте фондового рынка будем немного подрастать. И вот такой боковик я вот на сегодня ожидаю. Уважаемые коллеги, благодарю всех за внимание. Желаю сегодня всем успешной торговли, только профитов. И завтра мы придем в два вебинара в 10.30, ежедневный обзор рынка, и в 5 вечера вебинар по нефти. Приглашаю всех желающих. Продолжение следует...